В старты надежд в Махачкале прошел спортивный фестиваль. Его приурочили к предстоящему празднику Роза Байрам. Спортсмены городских школ состязались в теннисболе, в бамперболе и в футболе. Какие сюрпризы ожидали участников, расскажет Каджимурад Зеудинов. Мы готовимся к празднику. Вон шары, вот занимаются футболисты. Ну и всякое делают, чтобы праздник был готов. Как говорит маленький Адам, взрослые действительно сделали все, чтобы праздник состоялся. Кроме турниров с участием учеников местной спортшколы, в день фестиваля «Старты надежды» ребятам показали шоу аниматоров, играли в футбол и теннисбол. Однако повышенный интерес зрителей, да и самих спортсменов, вызвали игры в бампербол с участием студентов из Кот Дивуара. По замыслу организатора, в этот день во всех состязаниях должен присутствовать мяч. Это мероприятие мы назвали «Старты надежды» и приурочили его в Дню России, а также в пользу случаем, что со дня на день у нас у Роза Байрам, мы приурочили его. То есть праздник для детей, для нашего народа. Праздникам всем. Да здравствует Россия! Накануне чемпионата мира по футболу FIFA 2018 представители всех видов спорта объединил его величество футбол. В импровизированных состязаниях участвовали юные тайквондисты, каратисты, кикбоксеры и даже шахматисты. Наши группы шахматисты, кикбоксеры и каратисты. На сегодняшний день мы с футболистами играем в футбол, потому что футбол – это игра всемирная. За вклад в развитие детско-юношеского спорта и организацию праздников «День защиты детей» родительский комитет вручил благодарственное письмо Александру Маркарову. В свою очередь директор спортшколы отметил всех лучших игроков фестиваля грамотами и памятными кубками. Мы стараемся для вас сделать какой-то определенный уют. Участвовал в этом празднике около 1650 человек. Детвора в этот день не только играла в футбол, но и танцевала. Ну а кульминацией фестиваля «Старт и надежд» стал воздушный шар, символизирующий мир и согласие. Увидеть местные красоты с высоты птичьего полета смогли все желающие. Время новостей.